Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Татьяна Летто, и сегодня мы будем делать бархатную картину из декоративной штукатурки с золотом. Обязательно досмотрите до конца. Я покажу, как она эффектно будет смотреться в интерьере. Ну, а сегодня нам понадобятся краски, декоративная штукатурка и поталь. Краски мы будем использовать строительные. У меня на канале есть видео, вот здесь по ссылке, на котором я подробно рассказываю и сравниваю художественные и строительные краски. Посмотрите, обязательно вам будет полезно. Ну, а сегодня мы будем использовать синюю краску, черную, два коричневых цвета, такой вот темно-фиолетовый, охру, ну и, конечно, белило. Нам понадобится вода, декоративная штукатурка и мастихин, ну и такой вот лохматый валик, кисти и все принадлежности для золочения. Сегодня мы будем рисовать на холсте, натянутом на подрамник. Подрамник специальный, кленовой. Вот клинья. Если вы профессионально хотите продавать свои картины, обязательно нужно использовать холст с клиньями, потому что холсты провисают в зависимости от влажности, которые есть в помещении. То есть весной, осенью, когда много дождей, в квартире большая влажность и сырость. Холст провиснет, а клинья позволит вам снова натянуть холст. Я рисую на холсте, но вы можете рисовать абсолютно на любом материале. У меня на канале есть видео по ссылке «Холст или». И там вы можете посмотреть, какие еще материалы возможно использовать как основу для живописи. Итак, у меня будет абстрактный пейзаж, поэтому я его мысленно разделю где-то на две примерно одинаковые части, но только примерно, потому что всегда лучше, если это будет не совсем одинаковые части. То есть, если одна будет чуть побольше, а вторая будет чуть поменьше, мы таким образом приблизимся к золотому сечению. Поэтому, ребята, старайтесь не использовать абсолютно равноценные объемы в композиции. Возьмем декоративную штукатурку, купленную на строительном рынке, и начнем ею прокладывать подложку. Ну вот, наметили где-то серединку, и такими уверенными движениями наносим воображаемую линию горизонта. Дело в том, что картина у нас будет висеть вертикально, и линия горизонта будет проходить как раз здесь. Главное, чтобы движения были уверенные. Также нанесем еще в нескольких местах. Декоративная штукатурка придаст живописи такую вот динамичность и объем, которые очень нравятся и заказчикам в том числе. Нанесем сюда немного. Здесь подровняем. А теперь возьмем вот этот лохматый валик. Чем страшнее, тем лучше. И придадим фактурку. Музыка. 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 Ну вот, наша штукатурка просохла. Музыка. 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 Нижняя часть у нас как будто море. Поэтому возьмем синий, немножко фиолетового, черную, конечно, белую краску. И сейчас мы будем создавать тот самый бархатный эффект. За счет чего? За счет разного тона. То есть мы сделаем темную подложку и будем идти от темного к светлому, таким образом создавая вот эти тонкие полутона переходы. Попробуем. Сейчас мы делаем подложку. Мы ее немножечко придадим ей фактурке, Валечкам. Ой, у нас тут попала какая-то пяка. Надо добавить. Можно прямо сюда немножечко плюхнуть. Давайте. Спасибо. более светлую мы будем накатывать сверху стараясь чтобы они не смешивались вот такую вот сложную подложку мы сделаем какую интересную фактурку создает этот волосатый валик классно обязательно попробуйте такое это так так впечатляет это какой-то процесс волшебный делаем ровный краешек заодно пусть это глубокое синее море будет казаться таким же глубоким как ваши мечты вот в этом месте на месте заката для контраста сделаем боль еще более темным всем кто сегодня посмотрел мое видео взять и сделать такое же пейзаж это домашнее задание проверю следующая часть у нас те же тона только в разбили поэтому мы намешали немножко белой краски на палитру и сейчас возьмем еще примерно половину и будем делать ее такой верхнюю часть мы делаем вот такой вот светло-серый как обычно бывает верхняя часть неба но еще раз хочу сказать что эти цвета здесь не случайны всегда когда мы делаем картину да мы обычно делаем ее под конкретный интерьер и надо держать в голове те цвета которые уже есть в этом интерьере или которые там будут в частности вот эти цвета будут в обивке стульев и цвета которые я нанесу здесь будут в обивке дивана вы сами это потом увидите работаем не только плоскостью валик но и его торцом на некоторых видео я говорила неправильно и узнала о том что я ошиблась только из ваших комментариев так что спасибо большое что подсказали мне теперь я стараюсь контролировать так вот такое вот сложно интересное у нас получилось поскольку картина у нас будет висеть без рамы чтобы собрать композицию лучше всего по краям и в частности по углам делать более темные участки они тогда будут играть ну своеобразную роль рамы ну и еще раз повторяюсь самое главное чтобы у нас было ощущение нерукотворности такой чтобы не было следов от кисти от валика или еще от каких-нибудь инструментов чтобы ну вот так сразу и нельзя было сказать как же именно автор сделал такую потрясающую картину ну и теперь переходим к центральной части более теплую более бежевую сделаем из нее такую предзакатную часть здесь мы добавляем еще охры здесь местами начинаем укладывать вот такой вот кофейный цвет вот а а таким вот нежным нежными постукиваниями и создаем тот самый бархатный эффект такую многослойность такую такую сложность так что добавить синенького в этих местах хочется усилить темного потому что на этом месте мы потом положим золото и соответственно золото она будет смотреться намного ярче когда вокруг будет более темный поэтому вот точечно здесь мы сейчас усилим кистью нанесли и валиком растушевали прямо ватрем туда нашу красочку какой красивый здесь кусок получается мы нанесли первый слой и теперь нанесем второй он как раз нам даст вот этот бархатистый эффект и придаст картине сложность для этого мы возьмем губочку и будем наносить по сухому при этом стараемся наносить неравномерно то есть где-то гуще где-то менее густо и смотря за общей композицией и опять же не забываем что края мы стараемся оставлять потемнее немножко добавим сюда так и добавим еще и в небо но губку возьмем чистую вот здесь вот намешаем такой самый светлый цвет здесь у меня белая краска вообще чем больше слоев мы нанесем тем более эффектнее будет картина то есть если у вас есть какое-то внутренняя потребность какое-то внутреннее желание еще добавить сюда каких-то оттенков полутонов обязательно сделайте будет только на пользу так и немножечко добавим сложности вот в эту часть и теперь смягчим вот эту вот линию между совсем голубым небом и нижней частью неба и теперь вот такими вот движениями красиво обозначим подчеркнем наши выпуклости ну что ж мне кажется очень красиво уже получилось не хватает как раз только золото так что сейчас начнем золотить нанесем клей и позолотим клей мы будем использовать спиртовой у меня на канале есть видео вот здесь по ссылке о том на что клеить и чем покрывать поталь очень много полезного там советую посмотреть подробно описано все детали технологии мы нанесем клей на те места где ранее мы нанесли штукатурку фактурную поэтому золото у нас не будет таким простым пятном просто дело в том что золото зеркалит и если оно нанесено на ровную поверхность то она зеркалит только с определенных точек а с других кажется темным а если у нас файл поверхность фактурная то практически всегда это место будет поблескивать с любого ракурса с любой точки обзора так ну что же ждем от липа чуть-чуть вот здесь я бы добавила еще тут у нас небольшие непрокрасы как раз вот немножечко золото туда прям тоже будет очень очень хорошо ну что ж проверяем от лип отличный берем перчатки мы с вами конечно знаем что золотить можно только в перчатках потому что поталь окисляется от прикосновения человеческих рук но мы будем золотить специальной по талию супер глянцевой она не окисляется поэтому нам можно и не пользоваться перчатками но дело в том что так намного удобнее она не липнет к пальцам вот мы закончили класть поталь теперь мы все это аккуратненько притопчем и будем сметать все лишнее супер поталь она такая она так разлетается поэтому с ней лучше всего работать пылесосом сейчас мы покроем поталь лаком хоть она и не окисляется это лучше всего сделать ну посмотрите какая красота получилась абстрактный пейзаж золотом фактурный переливающийся с каждого с каждой точки зрения дорогие друзья обязательно попробуйте сделать такую же творчество это такой волшебный процесс он наполняет смыслом всю нашу жизнь и я очень хочу чтобы у вас все сложилось очень удачно чтобы вы не только получили удовольствие но и еще порадовали кого-нибудь или своих заказчиков или своих родственников или просто у вас получится отличный подарок ну что ж наш мастер-класс закончен если вам это видео понравилось подписывайтесь ставьте лайк не забудьте нажать на колокольчик в таком случае вы не пропустите мое следующее видео ну желаю вам творческих успехов и я буду благодарна если вы поделитесь этим видео в соцсетях может быть кому-нибудь еще оно будет полезно и интересно добро пожаловать на наш сайт там очень много всякого интересного росписи стен барельефы и еще масса всяких таких очень красивых вещей заходите посмотрите подождите еще можно подписаться на мою страничку в запрещенной соцсети пока он